Это был не первый мой художественный фильм, в котором я писал музыку. До этого был телевизионный фильм, который делал Пётр Фоменко. Он назывался «Почти смешная история». В мультфильмах тоже были у меня какие-то работы, связанные с «Юный морец». Владимиром Меньшовым мы познакомились на фильме. Мне просто позвонили из музыкальной редакции «Мосфильма». Вот и пригласили для разговора. Владимир Меньшов показал уже почти готовый фильм. И он настолько меня увлёк, что мелодии сами начали напрашиваться. Я буквально начал работать после первых десяти минут просмотра фильма. Ну а дальше уже просто началась нормальная профессиональная работа. Режиссёр ставил передо мной задачи как общего характера, так и конкретно. Вот здесь вот как раз у меня была в разгаре работа над диссертацией. Я вообще-то тогда занимался биофизикой, физик по происхождению. Работал в Институте биологической физики и Академии наук. И моя работа связана с изучением протеинов, белков по-нашему, физическими методами. Я даже сейчас удивляюсь, как мне удавалось совместить очень интенсивную научную работу с работой над музыкой к фильму. Но, может быть, я просто моложе был. Может быть, ещё и потому, что одно другому мне никогда не мешало, а наоборот помогало. Если у меня что-то получалось в научной работе, то у меня как бы удваивалось вдохновение в работе с гитарой, с музыкой. Интонация, а эта интонация мне ближе всего. Ну и, конечно же, прежде всего была поставлена задача сочинить песню, которая стала бы символом этого фильма, визитной карточкой, что ли, его. И вот Дмитрий Сухарев, песня уже почти была готова, но у режиссёра ещё оставались какие-то претензии, какие-то нюансы, его не удовлетворяли. А Дмитрий Сухарев, он вообще учёный мирового класса, биолог, уехал в научную командировку за границу. А надо было как-то выходить из положения. И я тогда обратился с просьбой к своему другу Юрию Висбору. Он, как хороший товарищ, откликнулся. Так что у этой песни два автора стихов – Дмитрий Сухарев и Юрий Висбор. Нужно сказать, что было несколько музыкальных вариантов. Ну, так, собственно, у меня всегда бывает. Первый вариант бывает самый какой-то неказистый, банальный, на что-то похожий. А потом только через многие другие варианты приходишь к окончательному. Ну вот, скажем, почти что окончательный вариант, но отлично от того, что в конце концов получился. Вот такой был. Я сейчас напомню оригинал. «Алекс, Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо». А вот предыдущий, один из вариантов был такой. «Алекс, Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо». Что-то вроде тоже ничего, да? Вроде симпатичная мелодия, но сейчас мы видим, насколько окончательный вариант убедительный. В фильме есть инструментальная версия этих мелодий, не только этой мелодии. И аранжировки делал замечательный музыкант, я ему очень благодарен, это Игорь Контюков. Еще было забавно узнать от Ирины Муравьевой. Она приехала с премьеры фильма в Париже и говорит, «Вы что, Татьяна, уже по-французски научились петь?» Мы говорим, нет. «А там, вы поете по-французски». В Париже, например, я слышала, оказалось, что французские партнеры перевели не только фонограмму разговорную на французский, но и наше пение. Подобрали таких же безголосых актеров, как мы с Татьяной, и они это исполнили. И перевод сделал французский поэт Пьер Савдье. Говорят, что очень красивый. Ну вот я даже выучил несколько строк. «Александра, Александра, Александра». Простите меня, мое французское произношение. Я французского языка совершенно не знаю. Еще, говорят, вот такая история была, когда мистер Рейган, американский президент, собирался встретиться с нашим советским президентом Михаилом Горбачевым в Рейк-Явике. Помните, такая встреча была историческая? Говорят, что он дважды просмотрел фильм «Москва слезам не верит». Ну, так говорят, что он хотел как-то проникнуться нашим образом жизни. Ну, не знаю, насколько ему это удалось. Лично мне-то хочется думать, что ему наша песенка понравилась. Ну вот специально как бы для мистера Рейгана и англоговорящей публики родилась английская версия. Правда, там ясень как-то незаметно превратился в клён «Maple Tree». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok